Сейчас он говорит, что Украина меняет свою стратегию, это экстренные новости. Теперь она заинтересована только в удержании линии фронта. Так что, Скотт, помоги нам разобраться в этой ситуации, в этих противоречащих друг другу, но взаимосвязанных событиях. Ну, во-первых, давай поговорим о залужном. Он популярный генерал, популярный среди украинских сил и популярный на Западе. Он был лицом Украины в контактной группе «Рамштайн» в Германии, где Украина встречалась с союзниками по НАТО в Европе, и убеждала их передать Украине помощь на сумму более 150 миллиардов долларов, военную помощь, оборудование, обучение, деньги и так далее. Он был очень хорош в том, что он делал. Он не был командующим на поле боя. Командующим на поле боя был командующий сухопутными войсками. Это был Сарски. Так что работа залужного заключалась в том, чтобы создать условия для победы Украины. Дать Сирскому необходимое ему оборудование, людские ресурсы и так далее, чтобы он мог одержать победу на поле боя. Ты же знаешь, что у Сирского, у него, знаешь ли, неоднозначная репутация. В 2014 году он был командующим украинской армией в битве. Я собираюсь исказить это название, но Де Болтсвей или что-то в этом роде на севере Донецка. Недалеко от границы с Донецкой и Луганской областями. По сути, пару тысяч украинских солдат были окружены русскими в начале 2015 года, в конце 2014 года, в начале 2015 года. Владимир Путин говорил об этом сражении и сказал, что самой большой ошибкой, которую он совершил, было то, что он не уничтожил украинскую армию в тот момент времени. Он сказал, что мы могли бы это сделать. У нас были они. Все, что нам нужно было сделать, это просто закончить работу, убить их всех. И это положило бы конец украинской армии, и это положило бы конец проблеме Донецка и Луганска. Ты знаешь, это решилось бы само собой. Но вмешались Франция и Германия. Аллен, президент Франции, Меркель, канцлер Германии, пришли, умоляли Путина, умоляли Путина не допустить бойни. И так родился Минск. И Путин говорит, что он сожалеет об этом, потому что Запад явно не вел добросовестные переговоры, как сегодня признают Меркель и Холланд, это было притворством. Они просто тянули время, чтобы восстановить украинскую армию, чтобы получить, ты знаешь, чтобы занять позицию, чтобы закончить работу на украинских условиях. Но Сарски был командующим там, и у него была репутация очень агрессивного человека, который поставил украинскую армию в затруднительное положение. Ты знаешь, он был слишком агрессивен. Сарски был командующим обороной Киева. Ты знаешь, я не собираюсь очернять его. Он, ты знаешь, ясно, что русские не взяли Киев. Я не думаю, что русские пытались взять Киев. Россия совершала политический маневр, пытаясь усадить Украину за стол переговоров. Так что достижения Сарского в Киеве следует воспринимать с долей скептицизма. Россия не была отброшена назад из Киева. Россия добровольно ушла из Киева в соответствии с условиями обсуждения. Путин упомянул об этом в интервью. Сарски также командовал наступлением на Карков летом и осенью 2022 года, после того, как украинская армия была восстановлена с помощью 48 миллиардов долларов в виде денег на ленд-лиз, оборудование и европейского оборудования. А российская армия снова отступила с больших территорий, и более 50% ее сил в Карковском районе также отступили в Россию для переформирования. Так что украинцы атаковали. Может быть, русским следовало бы лучше подготовиться, но Сарский смог вытеснить русских из Харькова на их нынешние оборонительные позиции. Но при этом он потерял много людей, ты же знаешь, 60-тысячная армия, которую НАТО создала, была уничтожена, и им пришлось снова создавать армию. А затем Сарский вступил в Бах. Многие люди говорили, «Эй, просто отдай русским Бахмут, отступи на возвышенность, окопайся и спаси эти жизни. Нам нужны эти жизни для летнего контрнаступления». Ты же знаешь, что летнее контрнаступление должно было быть не 90-тысячным, а 160-тысячным, но 70 тысяч из них были убиты в Бахмуте Сарским. Как при обороне Бахмута, так и после того, как Бахмут пал, в результате непрерывных атак, чтобы попытаться вернуть его, которые стоили десятков тысяч украинских жизней. Сарский несет за это ответственность. И Сарский, конечно же, был командующим сухопутными войсками во время неудавшегося контрнаступления. Прозвище «Мясник» происходит от того, что он очень агрессивен и не стесняется жертвовать жизнями. Зелинскому нравился Сарский. Видишь ли, одной из проблем, с которыми столкнулся Зеленский, была иллюзия. Он был таким в декабре прошлого года Зелуси. Он дал интервью экономисту, по-моему, где сказал, «Смотрите, мы зашли в тупик, и Зеленский уходит». Вы не можете использовать это слово. Не имеет значения, какова реальность. Моя работа состоит в том, чтобы убедить страны предоставить нам оборудование. И они собираются предоставить нам оборудование только в том случае, если они думают, что таким образом мы сможем осуществить их фантазию о стратегическом поражении России. Для чего нам нужно быть агрессивными на поле боя, чтобы нанести вред России. Чтобы Россия понесла потери, чтобы мог произойти политический крах правительства Путина. Мы должны быть агрессивными, агрессивными, агрессивными. А Зелу уходит, у нас ничего не осталось. Мы выбросили все это прочь. Мы закончили. Мы должны идти. Это патовая ситуация, и нам нужно перейти в оборону. Итак, ты знаешь, Зеленский также рассматривал Зелуси как политическую угрозу. Зелуй говорил, что может быть я мог бы сделать эту работу лучше. Есть несколько утечек разговоров, где Зелузи якобы говорит кое-что о Зеленском, что не очень лестно, но он явно не высокого мнения об украинском президенте. И ходили слухи, что он считал, что мог бы сделать эту работу лучше, если бы там были выборы, которые должны были состояться в марте, иллюзия, он мог бы победить Зеленского на выборах. Так что у Зеленского уже некоторое время были на прицеле иллюзии, чтобы избавиться от него. И, наконец, он решил, что пришло время нажать на спусковой крючок. Иллюзия больше не был генералом, способным осуществить видение, изложенное Зеленским. Это привело к кризису, потому что когда он впервые попытался уволить свою иллюзию, иллюзия сказала нет. В гражданских военных отношениях, в условиях демократии, когда гражданское руководство говорит военным, что все кончено, отойди в сторону. Единственный ответ – да, сэр. Мы видели это в американской истории. Генерал Маклелан думал, что он может лучше вести войну, чем Авраам Линкольн. Но когда Линкольн уволил его, Маклелан сказал «да, сэр» и отошел в сторону. Дуглас Маккартур считал себя чертовски умным, а Гарри Трумэн во время Корейской войны хотел развязать ядерную войну против Китая. И Трумэн сказал «нет, ты уволен». И Маккартур отступил в сторону. Так что теперь у Зеленского есть свое видение войны. Ясно, что иллюзия с этим не согласна. И Зеленский сказал «ты уволен», а его иллюзия сказала «нет». Он не только сказал «нет», но и привел одного из этих старших типов из Азова, парня из правого сектора, дал ему медаль и сфотографировался с ним в своем кабинете. Наступил на фотографию Бандеры позади него и флаг правого сектора, и это был четкий сигнал «эй, это те ребята, с которыми я тусуюсь». «И если ты хочешь уволить меня, тебе придется иметь дело с этими ребятами». И вот тут-то и возник кризис. Виктория Ньюленд пришлось прилететь и проделать большую работу за кулисами. Дай им немного печенья, может быть. Раздай немного печенья, и в конце дня иллюзия отступила в сторону и вошел Сирски. Но что интересно, знаешь ли, Сарски говорил, «Знаешь, мы собираемся перейти в немедленное контрнаступление в Адвивке, чтобы попытаться остановить российское наступление». Но сегодня он говорит «нет, мы перешли на стратегический уровень». Это та же самая стратегия, о которой говорил Зелуши, и которую им нужно было реализовать, и теперь Сарски делает это, потому что реальность такова, какова она есть. Но разница в том, что я думаю, что когда Виктория Ньюленд вступила в должность, я думаю, что между Зелинским и американцами произошел обмен мнениями о том, в каком направлении движется эта война. Я думаю, что даже американцы говорят Зелинскому, «Эй, хватит фантазировать о достижении победы на поле боя. Ты не можешь. У нас ничего не осталось, чтобы дать тебе. Эй, так что позволь мне сказать тебе кое-что, Зелинский, эти деньги не поступят из Конгресса в ближайшее время. Все в порядке». Я имею в виду, что даже если ты знаешь, что если Майк Джонсон скажет «нет», это будет равносильно смертному приговору. Демократы говорят, что мы собираемся попробовать парламентский маневр. Для достижения этой цели требуется 30 дней. За 30 дней Украина потеряет от 50 до 60, а то и больше человек. У них больше никого не будет. Ты же знаешь так, что Ски делает то, о чем говорил Зелуши. Но теперь Зеленский поддерживает это, потому что Зеленский понимает, что он не может позволить фантазии управлять своими действиями, что реальность поля боя должна соответствовать политической реальности, которая у него есть. Что он должен заставить своих союзников принять тот факт, что лучшее, на что Украина может надеяться прямо сейчас, это патовая ситуация. Патовая ситуация, о которой говорил Зелуши еще в декабре. Но проблема в том, что это не патовая ситуация. Это путь к краху украинской армии, и никто ничего не может сделать, чтобы изменить это. Что теперь возвращает нас к более ранней истории, которую вы рассказали о Рейтерс. Статья Рейтерс не о том, что сделал Путин. В статье Рейтерс говорится о панике на Западе по поводу того, как нам найти выход. И они выдвигают идеи, которые являются фантазией, но то, что это делает, это создает представление о мирном урегулировании путем переговоров. В нем говорится, что эта война не закончится возвращением Украины к границам 1991 года, изгнанием России из Крыма. Эта война закончится только путем мирного урегулирования, путем переговоров, и, вероятно, такого, которое даст России все территории, которыми она в настоящее время обладает. И лучшее, на что может надеяться Украина, это надеяться, что обратившись к миру на ранней стадии. Они сохранят четыре территории, которые Владимир Путин указал как часть новой концепции России. Да, да. И там просто. Это тоже так интересно, как ты уже упоминал, снова рейтерс, в сообщениях о том, что Путин протягивает руку. Это почти как если бы сейчас есть это широкое признание, особенно в Соединенных Штатах, как в политическом классе, что этот конфликт идет не так, как они себе представляли. Или, может быть, я выдвинул идею о том, что, может быть, они вообще не представляли, что он пойдет куда-то, в каком-то определенном направлении. Были надежды, может быть, их чаяние. Однако, возможно, среди некоторых представителей внешнеполитического сообщества было понимание того, что Россию не так-то просто свергнуть. И это заставляет меня задуматься. Ну что же, хорошо. Ну что же, если ты говоришь, что Путин хочет мирного соглашения, то однажды, когда-нибудь в ближайшем будущем, ты скажешь, о, мы согласились. Ты можешь попытаться представить это так. О, это была идея Путина. Путин пришел к нам. Мы не пришли к нему. Мы были сильны все это время. И посмотрите, Украина добилась большего успеха, чем мы ожидали, потому что сейчас есть еще один нарратив. Украина не так плоха, как мы могли себе представить. Посмотрите, что они смогли сделать. Они смогли удержать линию фронта. Они смогли отбросить российские силы назад. Посмотрите, насколько сильна Россия по сравнению с Украиной. Насколько она велика по сравнению с Украиной. И все же Украина противостояла России. Это еще один большой нарратив. С другой стороны, однако, у вас также есть, знаете ли, различные публикации в западных СМИ. Я думаю, что бизнес-инсайдер последнее говорит о том, что дела на Украине действительно плохи. И что на самом деле нет ни прекращения огня, ни мирного соглашения, ничего-то подобного в поле зрения. Так что, Скотт, не могли бы вы просто немного прояснить, что же на самом деле происходит прямо сейчас на поле боя? Я знаю, что АПТВКА – это действительно то, на чем сосредоточено всеобщее внимание. Но в то же время я знаю, что есть более широкая ситуация, на которую все это указывает. Смотрите, эта война была позиционной войной. Одна из вещей, которая затрудняла это, это вооружение, которое есть у обеих сторон, высокоточная артиллерия, беспилотники и так далее затрудняют сосредоточение ваших сил. И поэтому поле боя определяется серией столкновений небольших подразделений, сражающихся за линии деревьев, сражающихся за высоту, сражающихся за угол деревни. И вы собираете необходимые силы вместе с поддерживающим вооружением, чтобы захватить этот кусок земли. А затем сразу же происходит контратака другой стороны. И если они контратакуют при достаточной поддержке, они отбрасывают вас назад. Так что по сути у вас была эта операция с без какого-либо движения на поле боя. То, что делала Россия, это создавало там условия, при которых они убивали больше украинцев, а украинцы убивали русских. Но все же поле боя почти не сдвинулось с места, потому что у Украины было достаточно живой силы. Опять же я просто хочу отметить, что по словам Зеленского, у Украины около 880 человек находятся под ружьем. Он сделал это заявление примерно месяц назад. И учитывая уровень потерь, скажем 4050 человек, я бы сказал, что сегодня у них 830 человек находятся под ружьем. А в следующем месяце у них будет 780 человек находятся под ружьем. А затем в следующем месяце у них будет, как вы знаете, 720 человек находятся под ружьем, потому что они не получат больше живой силы. Они теряют людей, и теперь вы понимаете, что это большое количество людей. Им нужно укомплектовать огромный фронт и защитить его от потенциального вторжения из Беларуси, и им нужно прикрыть, как вы знаете, Приднестровский регион. И внезапно это уже не так много людей, и чем больше потерь вы понесете, тем тоньше станут ваши линии обороны, и у вас не будет сил для контратак. Итак, что происходит прямо сейчас? И это происходит прямо сейчас, пока мы говорим, Россия продолжает с той же интенсивностью. Они захватывают эту линию деревьев. Они захватывают этот городской квартал. Они захватывают эту высоту, как они делали это в прошлом. Но на этот раз украинцы не контратакуют, потому что они не могут. Так что сейчас Россия удерживает эту землю. А на следующий день они захватывают еще одну линию деревьев. Они захватывают еще один городской квартал. Они захватывают еще одну высоту каждый день, по 500 метров, по 1,5 километра. Это не так уж и много. Это не 20-километровые броски. Это просто маленькие кусочки, но украинцы не могут контратаковать. Они не могут удержаться. И особенность позиционной войны в том, что из-за того, что оборона выстроена глубоко, когда вы проникаете через линию обороны, вас останавливают, а затем отбрасывают назад к вашей линии обороны. Так что фронт так и не изменился. Сейчас Россия прорывает украинскую оборону, а за ней нет согласованной обороны. И поэтому русские, как вы знаете, вместо того, чтобы идти вдоль линии деревьев, причина, по которой вы идете вдоль линии деревьев, заключается в том, что у вас есть оборона, способная обеспечить перекрестный огонь, поддерживающий огонь и так далее. Так что вы не можете откусить слишком много, иначе вы получите удар с флангов. Артиллерии больше нет. Беспилотники тоже больше не летают за украинцев, потому что Россия убивает операторов-беспилотников, а Россия просто откусывает эти большие куски. Вивка тоже падает, потому что Россия способна совершать большие вторжения в город, а контратаковать некому. Нет никаких контратакующих сил. Тамошние защитники умирают. Их даже нельзя сменить. У них закончились боеприпасы. Они голодны, они ранены, и никто их не сменяет. Такова реальность поля боя по всему фронту. Это происходит повсюду. Я бы попросил людей вернуться назад и изучить сражения Второй мировой войны. Это называется разгром группы армий «Центр», который произошел летом 1944 года. Немецкая группа армий «Центр», огромная группа войск, защищавшая Центральный фронт на Восточном фронте, и русские предприняли контратаку или начали наступление на немцев. И это идет очень эффективно, защитники начинают защищаться, но у них не было войск для контратаки в ответ на отпор. И в конце концов русские сломили их, и фронт просто рухнул. И именно к этому мы сейчас и подходим. И вы слышите панику в голосах всех, потому что все это видят на Западе. Они говорят, боже мой, украинцы становятся такими слабыми, что русские вот-вот прорвутся, и их уже ничто не остановит. И в этот момент Россия форсирует реку НАП. Помните, история Владимира Путина — это речь об истории. Левый берег — это Россия, и именно это и произойдет. Да, и ты знаешь, многие делали прогнозы, что это произойдет в 2025 году. Я верю, что у российской стороны есть цель, чтобы к 2025 году это было решено в той или иной форме. Ты чувствуешь, что это так? Да, мне интересно твое мнение по этому поводу, потому что, с одной стороны, очевидно, что Россия занимает доминирующее положение на поле боя, а также во всех других областях, о которых мы говорили здесь, в экономическом, политическом плане, с точки зрения ее легитимности. Все это, даже ее повествование сейчас об Украине, широко распространено и согласовано, или, по крайней мере, подтверждено большинством стран мира. Но в то же время у вас все еще есть Соединенные Штаты, у вас все еще есть НАТО, хотя они охладели к этому. Может быть, официальная позиция по Украине, с которой они начали и которой придерживались. В то же время они не из тех, кто отступает от конфликтов, если только они буквально не бегут, как в Афганистане, где им буквально приходится бежать, поджав хвосты, потому что их преследуют. Обучены. Но НАТО никогда не сталкивалось с силой, с которой они столкнулись там. Послушай, опять же, я не говорю от имени российского правительства. Я не являюсь частью российского правительства, несмотря на то, что могут говорить люди, но я разговаривал со старшими лидерами, как военными, так и гражданскими. И по сути есть ощущение, что что-то очень важное. Я имею в виду, что война вступит в совершенно новую фазу где-то в мае этого года. И я думаю, что то, о чем они говорят, это крах. И что между маем и сентябрем русские добьются очень больших успехов, захватив Одессу, Николаев, Непа, Петров, Кардиков, и что к сентябрю, октябрю все будет кончено. Итак, какова цифра на 2025 год, когда речь идет о бюджете России? Вы знаете, потому что Россия, я думаю, ожидает, что демилитаризация будет завершена к сентябрю этого года. Но тогда у вас есть проблема деноцификации, политический аспект этого. И поэтому вы должны продолжать финансировать. Плюс Россия должна принять во внимание чрезмерную реакцию НАТО, не то чтобы НАТО вмешается, но я могу гарантировать, что с этим крахом придет паника в НАТО. И они будут настаивать на том, чтобы на польскую границу были переброшены 300 военнослужащих. И это не может произойти в вакууме. Так что Россия заложила в бюджет продолжение наращивания военной мощи, чтобы противостоять этому. Но в какой-то момент поражение Украины будет абсолютным, и Западу придется научиться жить с этим, с этим поражением, с этим результатом. Это будет своего рода европейская версия Афганистана, где вы знаете, в конце концов, они ничего не могут сделать. Они буквально ничего не могут сделать, чтобы изменить этот результат. Украина терпит поражение. Украина разрушается. Гамбит НАТО провалился. И теперь НАТО придется отступить и выяснить, что они собираются с этим делать. И именно здесь на ум приходит российская дипломатия, потому что прямо сейчас НАТО говорит о том, что Россия говорит о продвижении в Польшу, угрожая странам Балтии. Россия не собирается делать ничего из этого. Я имею в виду, что Россия не собирается сидеть там и притворяться, что страны Балтии не идиоты. Они не собираются сидеть сложа руки и делать вид, что Финляндия не совершает самоубийства и все такое. Но они не собираются нападать на Финляндию. Они не собираются нападать на страны Балтии. Они не собираются нападать на Польшу. Они не собираются нападать на Румынию. То, что хочет сделать Россия, это обеспечить стабильность в Европе в соответствии с тем, что они предложили еще в декабре 2021 года. Вы помните те два проекта договоров, один из которых касался НАТО, а другой Соединенных Штатов о новой структуре европейской безопасности? Что же вы начинаете слышать, как многие люди в Европе говорят? Эй, это неплохая дискуссия, которую можно провести с русскими прямо сейчас. И я думаю, что, например, в Германии у вас есть противоречивые позиции Бауэра, адмирала Бауэра, главы военной комиссии или кем бы он ни был. Немец, говорящий о том, что мы должны подготовиться к войне с Россией, о неизбежности войны с Россией, в течение 20 лет. Он говорит об этом в течение 20 лет. Чувак, тебя не будет в живых через 20 лет. Вы не знаете, что произойдет через 20 лет. Это показывает вам всю глупость этого. Но дело в том, что, скажем, он сказал в течение двух лет, как Германия собирается это сделать. Они деиндустриализируются, пока мы говорим. Их промышленность рушится. Они бегут из страны. Их экономика сокращается. И во всем этом, и это вызывает социальную реакцию, немецкие фермеры сейчас находятся в состоянии, близком к революционному, чтобы свергнуть правительство Германии. И в этом случае у вас внезапно появляется этот одинокий адмирал, который сошел с ума и говорит о войне. Мы должны восстановиться, мы должны построить новую немецкую армию с патриотически настроенными немцами. Нет никаких патриотически настроенных немцев, чувак. Им все равно. Они не разделяют твоих фантазий. Немцы больше не бегают с немецким флагом на плече. Они не подписываются на вступление в вашу армию, ваш военно-морской флот или ваши военно-воздушные силы. Так что теперь он говорит о том, что немецкий народ должен готовиться к войне. Вам нужны вода, еда, радиоприемники, батарейки и все такое. А немецкий народ говорит, чувак, мы просто хотим, чтобы экономика работала, понимаешь? И я думаю, что ты увидишь, как вся Европа пройдет через этот переходный период. Когда политическая и экономическая элита, которая поставила их в такое положение, когда их экономики коллективно рушатся, будет отодвинута в сторону. И появится новая политическая и экономическая элита. И я думаю, что ты увидишь, как восторжествует здравый смысл. Я имею в виду, какой самый быстрый путь у Германии к восстановлению своей экономики. Дешевый российский газ. Бум. И я думаю, что это то направление, в котором вы движетесь. Так что я думаю, что Россия воспользуется этим. Я действительно верю, что в ближайшие 5-10 лет у России и Европы есть пространство для маневра, чтобы собраться с силами и провести денуклеаризацию. Я имею в виду убрать эти американские бомбы из Европы. Ты же знаешь, не позволяй бомбам попасть в Польшу. Постарайся остановить бомбы, летящие в Англию. Россия может вывести свое ядерное оружие из Беларуси. Ты же знаешь, может быть что-то вроде новых обычных вооруженных сил в Европе, где они начнут сокращаться. Потому что это в интересах НАТО. Зачем тратить 300 миллиардов долларов на создание вооруженных сил, с которыми мы никогда не сможем встать лицом к лицу с русскими, то есть напасть на Россию. Россия никогда не собирается нападать на НАТО. Но я думаю, что здравый смысл восторжествует. И я думаю, что это та позиция, которую занимает Россия. Но то, что не может сделать Россия, это полумера. Я имею в виду, что все, о чем я только что говорил, о преобладании здравого смысла, зависит от решительной победы России. Европе должна быть представлена реальность, которая не подлежит обсуждению. То, что вы видите со всеми этими фантазиями в средствах массовой информации, это, например, то, что многие люди говорят, что мы хотим патовой ситуации. Что такое патовая ситуация? Это создает ситуацию, подобную 38-й параллели. Знаете ли, как в корейском конфликте, вы знаете, это замороженный конфликт. А это означает, что Украина в том виде, в каком она существует в настоящее время, все еще существует. Эта сущность под названием Украина, которая является роковой опухолью для России, все еще существует. И НАТО будет поставлять оружие, замораживая конфликт. Некоторые в НАТО считают, что в этот момент войска НАТО могут войти в Украину и создать де-факто реальность НАТО. Вы знаете, что Украина станет членом НАТО с защитой статьи 5 такого рода. Россия никогда этого не допустит. Россия никогда не допустит замороженного конфликта 38-й параллели. Это фантазия. Россия должна решить украинскую проблему раз и навсегда. И это означает буквально уничтожение современного украинского государства в том виде, в каком оно в настоящее время настроено. Абсолютная ликвидация бандеровской идеологии этого ультра-национализма, который существует, украинский ультра-национализм должен быть искоренен. Ему нельзя позволить существовать внутри Украины. Этого действительно нельзя допустить. И Россия должна убедить Запад не позволить ему существовать в диаспоре. Это будет трудной задачей в Соединенных Штатах и Канаде. Но я действительно думаю, что вы можете добиться того, чтобы другие страны согласились с тем, что бандеровская идеология должна пойти по пути гитлеровской нацистской идеологии. А это означает, что она должна быть широко признана как злая по своей природе, разрушительная для европейских ценностей. И ей не должно быть позволено существовать на европейской земле. Но это может произойти только в том случае, если Россия одержит решительную победу в войне и встанет на путь ее достижения. Я имею в виду, что это буквально неизбежный результат, если только у Путина внезапно не случится инсульт и он не решит пойти на переговоры. Вот почему Путин никогда не пойдет на переговоры. Вот почему русские никогда не пойдут на переговоры, не так, как этого хочет западный Зеленский. Потому что Россия знает, что она должна одержать решающую победу. Россия знает следующее. Крым никогда не будет в безопасности до тех пор, пока украинцы контролируют Одессу. И вы можете поблагодарить Великобританию за это. Вы можете поблагодарить британцев, которые пришли и сказали, что для нас будет очень разумно построить эти подводные беспилотники, чтобы дать украинским ракетам штормовая тень. И использовать Одессу в качестве стартовой площадки для атаки на Крымский полуостров, для атаки на Феодосию, для атаки на Севастополь. Да, у тебя есть какая-то тактика, у тебя есть какие-то пиар-моменты, ты знаешь, о, бум, ты взорвал мост. О, бум, ты взорвал лодку. О, бум. Что же то, что ты сделала Англия, это то, что ты превратила Одессу в Черноморское побережье. Ты позаботилась о том, чтобы будущее Украины была ничем иным, как сельскохозяйственным государством, не имеющим выхода к морю, потому что ты решила набрать глупые тактические очки, не думая о более крупной стратегической цели. Так что Англия стоила Украине Одессы, и если Россия возьмет Одессу, она возьмет Микоию. Конец истории. Ты не можешь иметь Одессу без Микоя. И если вы принимаете Микои, вы должны принять остальную часть левого берега Днепра, Непа, Петровска и Каркова. С этим покончено. Вот что сейчас произойдет. Ничего не изменится. И это реальность, с которой Западу придется научиться иметь дело.